Спортивное известие обязательных просмотров в студии Александра Шариков. Здравствуйте! На домашнем чемпионате Украины по олимпийскому карате харьковчане добыли три золотые медали. В юниорском кумите себя показали и других побили Валерия Андреева и Дмитрий Чернов. Они перенствовали в весовых категориях до 48 и 76 килограммов соответственно. Александр Черняев стал чемпионом в ката среди молодежи. Также на счету харьковских каратистов 6 серебряных и 13 бронзовых наград. Харьковские боксеры показали себя в лучшем свете на молодежном чемпионате Украины, который завершился в Хмельницком. Выкосив на местном ринге три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды, они одержали общекомандную победу. Второе и третье места в медальном зачете заняли сборная Одесской и Винницкой областей. Даниил Дрижак подтвердил свой высокий уровень весовой категории до 49 килограммов. Выиграв на пути к финалу два боя досрочно, 17-летний воспитанник Алексея Солодовникова в дуэли за титул победил своего земляка Дмитрия Пащенко единогласным решением судей. Дрижак – чемпион. Веси до 75 килограммов отличился еще один представитель комплексной детско-юношеской спортивной школы ХТЗ Илья Тагобицкий. Ученик Романа Черникова и Богдана Даниленко уверенно преодолел турнирную дистанцию и во всех четырех боях заметно превосходил своих оппонентов. В финальном поединке Тагобицкий не оставил шансов средневесу из Одесской области Илье Мельничуку. 5-0. Никита Горбатенко поднялся на высшую ступень педестала в первом тяжелом весе. Харьковский «Динамовец» был настоящим хозяином ринга. С двумя соперниками подшефный заслуженного тренера Украины Сергея Данильченко и Виталия Ярового расправился ввиду явного преимущества. В финале побил тяжеловеса из Винницкой области Владимира Кушнира по очкам, но судьи объявили его победителем единогласно. Вместе с золотом Дрижак, Тагобицкий и Горбатенко получили путевки на ноябрьский чемпионат Европы среди молодежи, который пройдет в Черногории. Матвей Рожба остановился в шаге от титула в полутяжелом весе. Руслан Цикало, Владимир Швырло, Вячеслав Бригаденко и Михаил Уланский завоевали бронзовые медали. Роман Свичкар сделал медальный дубль на чемпионате Украины по фехтованию на шпагах, который состоялся в Киеве. Путем личных усилий он добыл серебро. В финальной дуэли ученик Ирины Адекиенко уступил Роману Гирею из Ужгорода один укол 14-15. Бронзовой наградой Свичкар разжился в командном турнире. А компанию на третьей ступени пьедестала ему составили Максим Хворост, Евгений Горбачук и Евгений Миргородский. Вторая харьковская команда, за которую фехтовали Андрей Деркач, Максим Корюченко, Андрей Апанасенко и Денис Потапенко, стала серебряным призером. Воспитанники высшего училища физической культуры номер один Павел Болотов и Никита Олейник признаны лучшими спортсменами Харьковской области в сентябре. Это большой и заслуженный успех. На финише первого месяца осени они стали чемпионами Европы по академической гребле среди юниоров. Болотов и Олени ковали белградскую победу в составе четверки распашной с рулевым вместе с николаевскими спортсменами. В финальном заезде харьковчане сотоварищи обогнали французскую лодку на 47 сотых секунды. Цена континентального золота. Наставник новоиспеченных спортивных звезд слабожанщины Михаил Гетманцев признан лучшим харьковским тренером сентября. Артем Подорожный выиграл парный титул юниорского турнира ИТФ, который завершился в румынской Бестрице. В финальном поединке 16-летний воспитаний харьковского теннисного клуба «Уникорт» и одессит Герман Самофалов без особых усилий приложили местный дуэт Михаил Коман-Дариус Флорин-Поп. Лидеры посева оформили победу в двух партиях 6-3, 6-2. Самофалов выиграл в Бестрице и одиночный трофей. Подорожный выбыл из борьбы в четвертьфинале. Кто быстрее гнал велосипед и в чем особенность футбольного металла, расскажет Алексей Заржецкий. На юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке, который продолжается в Италии, харьковчане завоевали сегодня в керине золотую и бронзовую медали. 18-летний Богдан Данильчук стал чемпионом. Подопечный заслуженного тренера Украины Сергея Телицына выиграл предварительный заезд, в полуфинале занял третье проходное место, а в решающем сегменте Данильчуку уже не было равных. На финише он опередил пятерых конкурентов, в том числе немецкого велогонщика Пауля Гросса и Дамиена Фортиса из Швейцарии, которые стали серебряным и бронзовым призерами соответственно. В девичьем керине на третью ступень пьедестала заехала Алла Белецкая. 17-летняя ученица Сергея Трофимова и Сергея Телицына уверенно преодолела предварительные и полуфинальные заезды. В главном сегменте соревнований пропустила вперед россиянку Алину Лысенко и спортсменку из Франции Тико Куам. Окончательные итоги чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи станут известны во вторник. В центральном матче шестого тура футбольного чемпионата Украины во второй лиге «Металл» принимал Таврию. В первом тайме лидеры группы «Б» стартовый счет не изменили, хотя имели убойные моменты. На 15-й минуте капитан харьковской команды Руслан Фомин не реализовал пенальти. Затем гости дважды проверили на прочность каркас ворот «Металла». После перерыва подопечный Александра Кучера прибавили в атаки и на 58-й минуте полузащитный хозяев Владимир Танчик открыл счет. Таврия в долгу не осталась и вскоре усилиями нападающего Андрея Фаюка отыгралась. В дальнейшем соперники продолжили действовать на встречных курсах, а забить мяч удалось харьковчанам. На 73-й минуте розыгрыш углового эффектным ударом через себя завершил Виталий Федориф. В оставшееся время гости пытались уйти от поражения, но все карты им спутал ховбек Анатолий Масалов, который за 7 минут до финального свиска получил второе предупреждение и досрочно покинул поле. 2-1 – это шестая к ряду победа «Металла» в чемпионате. Проявили характер тоже, забили гол, показали. Все-таки это первый был пропущенный гол, непонятно было, как поведут ребята себя. Все-таки показали характер, молодцы, забили второй гол и довели дело к решающей победе. «Металл» набрал 18 очков и упрочил лидерство в группе «Б». Следующий вторым «Запорожский металлург» отстает на 6 турнирных баллов. Это все. Спасибо за внимание к спорту. Удачи и всегда хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова